Донецкая Республика 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 Ну, фэнтези это часть фантастики, опять-таки, если кто не знает, я поясню Фантастика это такой довольно многогранный слой литературы, который объединяет в себе большое количество различных течений Ну, не течений, можно сказать, направлений, что ли, внутри И туда может относиться и твердая научная фантастика, и социальная фантастика, и там киберпанк, или стимпанк, фэнтези Фэнтези в свою очередь делятся на эпическую, фэнтези героическую, историческую, масса существует течений Я начал пробовать писать такие рассказики, опять-таки, я их никому никогда не показывал, то, что было написано в 90-е годы Потому что они исключительно ученические, стыдно мне их показывать Аспирантуру я закончил в 97-м году, потом еще доделывал два года диссертацию, защитил ее в 99-м году Диссертация посвящена ударно-вибрационному бурению подводных скважин, опять-таки, на шельфе, поскольку это моя основная специализация Бурение инженерно-геологических скважин на шельфе И по окончании аспирантуры и после защиты меня пригласили работать на кафедру, на должность доцента, где я работаю по сей день Кафедра называется технология и техника бурения скважин Теперь уже это Донецкий национальный технический университет Уже в этом веке, в 21 веке, когда появился интернет, я наткнулся на такой интересный сайт, как Самиздат при библиотеке Максима Машкова Где можно было выкладывать свои литературные произведения Я выложил туда несколько рассказов, некоторые стихи выложил Потом принял участие в нескольких сетевых литературных конкурсах И, к своему удивлению, на одном из этих конкурсов я занял второе место И меня рекомендовали к изданию в журнале «Полдень-21», который в то время выходил под редакцией Бориса Натановича Стругацкого в Санкт-Петербурге Но так сложились звезды, что Борису Натановичу мой рассказ не понравился Он от него отказался Но, поскольку уже рассказ пошел гулять по редакциям, его приняли в журнале «Искатель», который выходил в Москве Кстати, этот журнал выходит до сих пор, он существует Мой дебютный рассказ «Яйцо Грифона» вышел в 2002 году в журнале «Искатель» После этого я продолжил писать рассказы Они у меня выходили в разных журналах «Человек и наука», «Химия и жизнь», в газетах разных Пока в 2004 году на меня не вышел ведущий редактор издательства «Крылов» Есть в Санкт-Петербурге такое издательство Он называется по имени его хозяина, учредителя, точнее по фамилии Владислав Ильич Крылов является учредителем этого издательства И вышел на меня ведущий редактор Опять-таки в интернете он ознакомился с некоторыми моими отрывками, которые я выкладывал в интернет И предложил мне опубликовать роман У меня на то время было написано где-то процентов 80 законченной книги Я быстренько ускорил работу И в декабре 2004 года вышла моя первая книга Она называлась «Рассветный шквал» Вошла потом в трилогию «Горячие ветры севера» Там стоит большая толстая книга впереди Ее потом, она такая толстая, ее издали в подарочном варианте Потом в более поздние годы, там же в Санкт-Петербурге За «Рассветным шквалом» я дописал еще две части «Полуденная буря» и «Закатный ураган» Совместно они составили вот этот вот такой короткий цикл Небольшой цикл Но я считаю его одним полноценным толстым романом Все эти три книги вместе Не совсем правильно их называть Отдельные книги романами И вот тогда я начал опять немножечко возвращаться к написанию стихов Я сам самостоятельно писал автографы Ой, я не автографы, эпихрафы Эпихрафы к своим же романам Вот, например, к «Рассветному шквалу» Такой эпиграф у меня есть Северный ветер, копейная жала В горло, в сердце, в живот Воздух дрожит над лужею алой В каплях кармина лед Северный ветер, тяжесть копыта Черепа, ребер, хруст Заступ, кайло, желоб, досита Солнце на гранях друз Северный ветер, жгучее пламя Криком распятый рот В клочья кольчуга, под ноги знамя Молния, хлыст, полет Северный ветер, пляшущий высверк Ветра, свисту виска В крошево зубы, жаркие брызги Бездна, черни, песка Ну и примерно в те же годы я еще Писал некоторые стихотворения Которые, вот я одно бы еще хотел бы Прочитать, оно очень похоже Перекликается по тематике С событиями, которые происходили на Украине Около двух лет назад Называется «Смута» Как горящая искра В кун из сохшего трута Пламенеет разрухой горящая смута Воздух стылый поет в колокольном трезвоне И дрожит государь на высоком балконе А холопы роятся, как жирные мухи Куда взглядом не кинь армяки до триухи В религрозном зверином Изорваны губы Ой, не люб нам, боярин Не люба, не люба Вот выходит боярин Броды лик белее А толпа все напорист И шибче, и злее Жгучий язвы и площадь В том городе стольном Натерпелися, будя Да коли, да коли Жарче пороха зелье Крепче стали булатной Этот клича зверелый Истошный, набатный Ввысь протянуты руки Оскалены зубы Ой, не люба, братва Не люба, не люба За резным палисадом Стрельцы схоронились И пищали сжимая Дрожат от бессилия Как завьется толпа Кровоточащим морем Будут слезы и радость Веселье и горе Перекошены лица В зловещем угаре И как птица с балкона Шагает боярин В клочья мелкие Вмиг соболиная шуба Любы суд да расправа Ой, люба, ой, люба Разлетелись холопы Насосавшись, как слепни Крови алой, горячей Хозяйской, целебной Стал народ сам собою Смиренного нрава Успокоил их суд Ублажило расправа Незаметно и тихо Вся площадь пустеет Подгоняют стрельцы Зазевавшихся в шею С густок крови И мясо лежит Вместо трупа Это люба вам, люди Видно, это и люба Вот, тогда я не знал Что у нас такие будут События здесь Ну, вот так вот Родилось такое стихотворение Вот Но все равно Большую-большую часть Моего времени Занимают в это время Прозаические Произведения, книги Романы Опять-таки фэнтези Я пишу только фэнтези Ну, за исключением Нескольких рассказов Которые у меня есть Можно отнести К городской сказке И к научной фантастике Несколько рассказов есть Вот Опять же В 2005 году Когда еще стоял Первый Майдан Я начал писать Новую трилогию Она называлась Клинки порубежья Мне очень сильно Захотелось В аллегорической форме Показать События Происходящие На Украине Вот Для этого я выбрал Такую форму Я перенес Ну, практически зеркально События Первого Майдана В некоторое Вымышленное королевство Где Посложившиеся Веками традиции Выбирают Короля Ну, что-то типа Речи Посполитов Если Проводить исторические Аналогии Вот И Фактически Я все зеркально Там Есть там У меня и Майдан Есть там И Князь Который претендует На престол Из Небольшой Такой Окраинной Провинции Которая богата Железом И углем Есть Столичный Князь Который тоже Претендует На Это Место На королевскую Корону И есть Такая Небольшая Загадка Где Портрет Подпортили Претенденту На престол Да Он стал Очень сильно Некрасивым Вот И дальше Это все Раскручивается Происходит Фактически Заканчивается Так же Как и в жизни Победа Майдана Становится Столичный Князь Королем Вторую часть После выхода Первой книги Я назвал Мести не будет По Цитате Из речи Виктора Андреевича Ющенко Когда он был в Донецке Сразу после инаугурации Он посетил Донецк И выступая в областной администрации Сказал тогда Что Мести не будет Не буду я мстить Ну Сказать это одно А Как оно получается На самом деле Это немножко по-другому И в книге Это все-таки Дело идет к войне И настолько оно у меня Закручивалось На войну Что мне В издательстве Санкт-Петербурга Сказали Хватит Не надо Ты можешь Своей книгой Подтолкнуть Как бы К разжиганию Между русскими И украинцами Вот И третью книгу Я оставил Не писал Хотя она у меня Была в черновом варианте Как развернутый план Написана Давно И пролежала Около 7 лет Пролежала Просто в столе Этот развернутый план И начал ее Быстро писать Когда у нас уже Стал второй Майдан В октябре 2013 Я ее начал писать И где-то в феврале 2014 года Я ее закончил Издал я уже Не в Санкт-Петербурге Потому что В Санкт-Петербурге Это долгая Тягомотная Такая история Издал я тогда В Луганске Издательство Шико Луганск Очень неплохое Кстати издательство В котором В 2013 году Было удостоено Награды От Международного Европейского сообщества По фантастике Как лучшее издательство Которое занимается Фантастикой в Европе В 2013 году Это Луганское Кстати издательство Вот Если меня Этот ролик Видят или слышат Луганчане То соответственно Луганску огромный респект Луганский Донецк Это вообще Города Братья И вот так Книга которая стоит Вот трехтомник Он сейчас у меня здесь выставлен Это не то Которое издавалось Санкт-Петербурге Это То что вышло В Луганске Вот Мы сделали В едином оформлении Провели презентацию Уже в апреле 2014 года В Донецке Уже дело Шло Как бы к войне Но война еще не началась Хотя у меня В третьем томе Там уже Вовсю идет война И центр Воюет С Своенравной Своевольной Окраиной Вот я не буду Рассказывать Чем закончилась Книга Вот они Кстати Есть в Донецке Слава Богу В продаже Есть в библиотеках Можно в интернете Скачать Это не проблема Кто захочет Может прочитать После После этих Ну вот сказать После клинков Пробежья У меня вышло Еще сразу Несколько Вышла Дилогия Такая Тоже В псевдорыцарском Антураже Вышла Тетралогия Четыре книги Вообще Отвлеченная Такая Фэнтези По имени По названию Первого Романа Называю Бронзовый Грифон Там я тоже Попытался Немножко Поработать С аллегориями Там у меня Распадается Империя Которая состоит Из 15 Союзных Королевств Ну и вдруг Ни с того Ни с сего Она начинает Распадаться И какие Трения Происходят Между народом К чему Это может Привести И так далее Ну включая Там Локальные Гражданские войны Недовольство И так далее Ну насколько Насколько Хорошо это Получилось Судить Не мне Судить Нужно Читателям Которые Выходят Вышел Тогда же У меня Еще Дилогия Хотя Должна Была Быть Трилогия Вышла Дилогия Посвященная Временам Похода Гарольда Сурового На Англию Вот Специально Он называется У меня Это книга Первая книга Была Ворлок Из Гордорики Поскольку Там главный Герой Из Славянин Он попадает К викингам И Там он Немножко Учится Волшебству Его называют Ворлоком Ну а поскольку Гордорика Это страна Городов Как викинги Называли Русь Значит Ворлок Из Гордорики Специально Для этой книги Я написал Несколько Десятков Вис То есть Скандинавских Восьмистишей Которые Скальды Давно Там Тысячу Или даже Больше Лет назад Постоянно Использовали Цитировали Даже Считалось Есть такое мнение Что в них Была заключена Определенная Магия В этих Висах Если Скальд Хорошо Скажет Вису То он Может Что-то Наколдовать Либо Хорошее Либо Плохое Для себя Или Для Неприятеля Своего И Это очень Интересность Сложение Меня Увлекло Тогда Очень сильно Работа С олитерациями Внутренними Рифмами Жесткая Очень форма Компактная Куда нужно Вкладывать Очень большое Содержание В очень Маленький Объем Я могу Для примера Просто провести У меня Парочку Вис Я здесь С собой Распечатал Которые Я специально Писал Для этой Книги Ну то есть Я использовал Висы Реальных Скальд Существовавших Действительно Исторических Персонажей Использовал Их Висы В переводах Авторов Нынешних Современных А для Персонажей Вымышленных Которые Мы тоже Говорили Эти Висы Я придумывал И вкладывал В их Уста Ну вот Виса Посвященная Тому Как Один Добыл Мед Поэзии Буром Бурил Бьёльверк Вежу Ветра Света Меру Мёда Метил Пригубить Рта Притвором Капли Капал Щедро Каждому По мере Клал Кому От клюва Рочем Из-под Перьев Ну кто Знает Эту легенду О том Как Один Раздобыл Мед Поэзии Тот Понял О чем Это Виса Остальные Кто Не знает Тому Наверное И не Интересно Работа Моя С издательством Крылов Прекратилась В 2010 Году По Независящим От меня Обстоятельствам По внутренним Я не Издал Третью Часть Этой Идеологии Которая Должна Была Трилогия Про Ворлока И Уже Работал С другими Издательствами Я Работал С Астрелью Санкт-Петербуржской Вот У которой Сделал Тоже Несколько Книг У меня Вышло Три Книги В Астреле И Последняя Моя Книга Которая Вышла Уже Во время Войны Нашей Войны В Москве Конечно Никакой Войны Не было Это Называется Вот Импровиз Она Вышла Уже В издательстве Эксмо Это В Москве Параллельно Где-то С 2010 2011 Трудно Так Сходу Вспомнить Мне Начали Предлагать Заниматься Переводами Литературными Переводами С английского Языка Я Владел Достаточно Неплохо На уровне Читать И понимать Но я Не думал Что я Открою себе Переводчика Мне дали На пробу Попробовать Несколько Текстов Литредакции Понравилось То как Я перевожу И я С тех пор Перевел Где-то Около Десятка Книг С английского Языка Параллельно С работой Над своими Книгами Ну Таких Самых Интересных Переводов Наверное Я перевел Повесть Конан Дойла Которая Раньше Не издавалась Вообще Она была Написана В 1927 Или Восьмом Году Но поскольку Она была Такая Посвящена Оккультизму Разговору С духами То в советское Время Естественно Эта повесть Конан Дойла Не переводилась Вот мы перевели Уже в 21 веке Она вышла В Харьковском Книжном клубе Семейного досуга Кроме того Кроме того Из таких Довольно Известных Произведений Я перевел Исчезнувшую Американской Писательнице Гиллиан Флинн Эта книга Была В Америке Экранизирована В 13 году И Люди Которые Меня слушают Возможно Видели Фильм Исчезнувшая Режиссера Дэвида Финчера С Беном Аффлеком В главной роли Вот Немножко горжусь Тем что На русский язык Первый Этот текст Перевел я Что еще Опять таки Если слушают Люди Помоложе Да Сейчас То Есть такая Компьютерная игра Она была разработана Довольно давно The Elder Scroll Называется К выходу Последней Его Версии Части игры Да Или как это Сказать Не силен В терминологии Компьютерной Последняя Skyrim Называется К Skyrim К выходу Skyrim Компания Разработчик Игры Уговорила Американского Писателя Грега Киза Написать Книгу По мотивам Игрового Мира Skyrim И соответственно Вообще Elder Scroll И вот эту книгу Я тоже переводил Адский город Она называется Вот Кстати перевел Ей вторую часть Это у Киза Была диалогия Но самое интересное Что Где-то затерялось До сих пор Вторая часть Не вышла Хотя мне гонорар За нее выплатили Честно выплатили Но книга Так до сих пор И не вышла Вторая часть Вот Примерно же В эти годы Я тоже параллельно Понемножку Писал стихи В основном Эти стихи Как-то они просто Шли в дополнение К тому Что я пишу В прозе Допустим Вот увлекает меня Какая-то тема Я пишу Роман на какую-то Тему Там погружаюсь В какой-то мир Ну Я Хотя и пишу Большая часть Моих книг Происходит В вымышленном Действия книг Происходит В вымышленном мире Но я стараюсь Проводить какие-то Аналогии С историческими Реальными Каким-то миром Допустим Какая-то страна И соответственно Углубляюсь В историю Этого В этот исторический Период Стараюсь углубляться Наверное Какие-то отзвуки Заставляют писать Стихи Ну вот например Стихотворение Посвященное Грюнвальдской Битве В одной из моих Книг Главный герой Участвует В Грюнвальдской Битве Широкому Кругу Может быть Ну кроме За исключением Профессиональных Историкам Неизвестно Что С тем же успехом Как она была Названа Грюнвальдская Битва Также ее Можно было Назвать Таненбергской И Людвигдорфской Потому что Битва Произошла в Треугольнике Между трех Маленьких Поселков Почему ее Назвали Грюнвальдской Я до сих пор Не понимаю Таненберг Людвигсдорф И Грюнвальд Три маленьких Поселения А на треугольнике Между ними Находилось Это поле Где произошла Битва Так Таненберга Жаркое солнце Выжигает Плот сквозь доспех Смерти ангелы Крестоносцы Скакунов Не смиряют Бех Людвигсдорфа Горящие очи Свет небес Посылают вниз Коль седла Упадешь Затопчут Чудом Злостью Зубами Держись Обрученный С пылающей сталью Там где Или приметно Межа В опаленных Полях Грюнвальда И остался Навеки Лежать Ну или вот Например Это примерно Того же времени Где ты описал Стихотворение Не по моим Книгам А по книгам По мотивам Книг Замечательного Американского Писателя Роберта Джордана Который К сожалению Уже умер Не закончил Свою трилогию Колесо времен Вот по мотивам Это Игрового Ну не игрового Да Книжного мира Роберта Джордана У меня Родилось Четыре четверостища Да Небольшое стихотворение Называется оно Шайнарцы У него там был Такой народ В книгах Народ воины Которые находились На северной границе Всех человеческих королевств И первыми Принимали на себя Удар нечисти Если что-то случалось Да Какие-то заварухи На границах Стихотворение называется Шайнарцы Все Странные Непонятные Названия Обозначают Стойки Удары Защиты В фехтовании Лист по ветру Речной перекат Стойка-стойку Сменяет в танце Сотню лет Шайнарцы стоят И границу Держат шайнарцы Серой цаплей Пестрым котом Верткой ласточкой Рыбой уснулой Сотню лет Шайнарцы С щитом Меж тобою И злом Шайлгула Сотню лет Министрели поют Подвиг воинский Славя в мире Сотню лет Шайнарцы в бою Меч подняв Оброненный Малкири Не удержишь Время в горсти И не встретишь На улице старых Потому что Всегда в чести Молодым Умирать в шайнаре Вот Или тоже Вот Это уже ближе К историческому Времени Испанская пехота Наши руки Испанцы Каждый камень Каждый камень Живой стены Если кто Главный герой Министрель Министрель Потому что Роман называется Импровиз Он постоянно Человек импровизирует То со шпагой То с музыкой Вот Постоянно Импровизирует И вот Когда я писал Этот роман У меня родилось Творение Которое тоже Назвалось Импровиз Звенит струна Поет свирель Созвучили Нут К высоким Сводам Творит Великий Министрель Любим И знатью И народом Раз Два Поклон И поворот Морская Гладь В глазах Прекрасных Пощечин Оскребленный Рот Юнец Ты ищешь Смерть Напрасно Посланник Сын Какая Дичь Нельзя Довериться Бракарцу Я уши На ходу Острич Клянусь Ему В финале Фарса Несмелый Стук Неслышный Шах Щепою К тонкому Запястью Скитались Музыкант И мах Тебе не дать Девице Счастья Укол Репост Танцует Сталь Сменяет Терцию Секунда Пусть Ничего Теперь Не жаль Топтать Ногами Гордость Трудно Горячей Шее Скакуна Припав Он Мчит От горькой Правды И словно Омуты Без дна Горят В ночи Глаза Это все было написано до начала так называемой антитеррористической операции в Донбассе, до начала военных действий, естественно, когда уже у нас здесь началась настоящая война, то как-то на мое, естественно, повлияло на мое творчество и на прозу, и на поэзию, ну и что касается прозы, то я еще пока пишу, вот у меня еще будет В одной из книг описание войны, опять-таки, восставших двух провинций против митрополии, войны, обстрел мирных городов, все это будет, ну, просто я не знаю, когда я закончу, это довольно толстый роман получается А что касается стихотворений, то стихотворения рождаются сейчас, вот прямо по ходу, вот Ряд из них вошел в сборники, которые издавались, как в Донецкой Народной Республике, так и в Москве Ну, еще заметьте, что так получилось, так сложились звезды, что В конце 2014 года, когда мы создавали Союз Писателей Донецкой Республики, я оказался в числе учредителей этого Союза Писателей Наряду с достаточно известными, такими знаковыми личностями, как тот же Федор Березин, да, который вошел Председателем в этот Союз Писателей, ну, а мне так довелось стать его заместителем Вот, и, собственно, сейчас жизнь Союза Писателей, вся наша движуха Донецкая происходит на моих глазах И даже, можно так сказать, проходит через мои руки каким-то образом, немножко Вот, и стихи, которые я сейчас, вот, писал в 2014 году, в 2015 году, пишу сейчас, они публикуются В России, публикуются в различных сборниках, вот тот же «Час мужества», сборник, вышедший в Донецке, мой город, а хрип от молитв Вот, совсем недавно в Москве вышел сборник «Ожог», куда вошло одно мое стихотворение Публиковались наши стихотворения в литературной газете, в журналах, например, «Еще будет», это так и будет сюрприз Здесь в журнале «Молодая гвардия» будет ряд наших донецких поэтов, в том числе и мои стихи представлены Вот, и так далее Ну, естественно, приходится читать стихотворения здесь, в Донецке, на встречах с читателями Например, вот могу привести пример Уходят все, виденья, знаки, сроки, стихи от первой до последней буквы Шуршит пергамент в горле, вязнут строки и рифмы на зубах скрипучей клюквой Тень с запада зовет, играет, манит, похлебкой за уступку первородства С натугой тянет скаледные длани к востоку Залп и полотьма на город «Но город жив, и, вопреки наветам, восстанет смерть поправ, неопалимой Чем гуще мрак, тем ближе час рассвета И знай, с востока свет, с востока сила» Вот, то есть стихотворение 15-го года Еще одно тоже 15-го года «Кресты кружатся воронья на небе белом За февралела в сентябре, за февралела В разнос кибитку жизни мчит шальная кляча А небо плачет на ветру, а небо плачет Листает залп, за разом раз судьбы тетради Ложатся грады у двора, ложатся грады И ты летишь к земляничком, лютуют мрази Из князей в грязь, из князей в грязь упав щекой От князей к грязи Выводит мины, хвостовик, шальное соло Шипит осколок в колее, шипит осколок Побрал бы черт этот дождь и эту осень И вдруг проносит артобстрел, и вдруг проносит А ты лежишь, обняв Донбасс пошире руки Такая штука эта жизнь, такая штука Или вот еще, наверное, и наверное Я еще пару стихотворений прочитаю И, наверное, будем закругляться Потому что надо забирать слишком много времени Вот это стихотворение называется Когда я его писал, оно было без названия Но наш донецкий барк Владимир Скопцов Назвал ее почему-то охота на Донбасс Мне, кстати, понравилось это название Я его с тех пор так и называю Охота на Донбасс Посвящено ополченцам нашим Ну, теперь уже, конечно, армии Донецкой Народной Республики Но изначально ополчению Ты, как загнанный зверь, дыбом шерсть на хребте А вокруг запах пороха, крики и сталь Ты не тот, и вокруг все не так и не те Россиянам хохол, Украине москаль Погляди, как у стали редеют ряды Пули злы, и волчицы теряют волчат Кто отравы глотнул, кто в капкан угодил Кто на колье с обрыва шахнул сгоряча Дышат спину враги, шавки тявкают зло И ползет шепоток, словно пал по жневью Кровопийца, убийство твое ремесло Отступить и под нож бросить совесть свою Ты на брюхе ползешь, ты оскалил клыки Безысходности лижешь промерзший песок Прочь бы землю толкнуть и махнуть за флажки Там найдешь конуру, будет мясо кусок Сталью лязгнули зубы и снова во тьму Честь и совесть не чих, только их выбирай Знает стая и знает вожак, что тому, кто предал свой народ Путь закрыт, волчий рай И последнее, оно кстати у меня последнее Из того, что я написал Не считая черновых вариантов, которые там сейчас В работе, в доработке лежат А я обычно стихи пишу мучительно долго Я могу набросать его, а потом месяц Вычитывать, переставлять слова Прежде чем мне становится не стыдно показать его людям Есть у меня сейчас в работе стихи Из написанных и тех, что я не постеснялся показать Это последнее стихотворение Нет ни Эллина, ни Иудея А дороги к храму отмощены черепами Воскликнешь, где я? Предощренной пастью площади Свет фальшфаера Вонью тленной растекается ненависть сукровица С перебитыми вдрызг коленами Ты опять не поспеешь к заутренней Перерезанным горлом воешь ты Хрипло булькаешь черными сгустками Нет дороги тропою торною Только стежкой, кривой да узкой Нынче судьбы чертой означены И осколком на вылет ранены То ли теткою, то ли мачехой Крест пропившая мне Украина Лебезит кнутом лупит пряником Дланью щедрой дарует отметины То ли пасынки, то ли племянники Заслоняемся тыном плетеным Из упрямства да из отчаяния Круг рисуем со странными знаками Пропоют ли мне величальную Или в яму кинут Собакаю Ну вот, наверное, и все Все, что Мох рассказал Благодарю всех, кто слушал за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok